Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Сбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в 3 часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас в программе Очевидец Дайни Зелменис Профессор в отставке Как он себя сам назвал Доктор экономики Дипломат Первый, наверное, заместитель Министра иностранных дел Восстановленной Латвийской Республики И человек, который очень глубоко И предметно изучал Многие годы экономику Швеции Знает ее очень хорошо И был лично свидетелем Многих важных событий Которые связаны были С историей Швеции Взаимоотношениями Швеции Советского Союза И затем восстановлением Государственной Независимости Латвийской Республики Добрый день, Дайни Зелменис Добрый день Сегодня у нас тема Николай Нейланд И книга, которую написал Дайни Зелменис Диалоги с Николаем Нейландом Я ее, может быть, так вот Где-то на камеру покажу Или вы покажите свой экземпляр Потому что у меня тоже есть моя книжка Вот, эта книга вышла в прошлом году В 2019 И, как я поняла, прочитав Это какой-то, ну Какая-то Ну, память И долг уважения К вашему учителю Наставнику Он же был руководителем у вас Дипломной работы в университете Да, Дайни? Да И эта книга Вызревала многие годы Потому что Николай Васильевич Нейланд Скончался в 2003 году Книжка вышла спустя Фактически 16 лет Почему потребовался Такой долгий срок? Просто не было времени? Или нужно было Как-то немножко отойти От событий, которые вы описываете На более далекое расстояние Чтобы быть более объективным По отношению к ним? Вы знаете, я все-таки Должен признаться Что намерение Написать эту книгу У меня уже появилось Сразу после ухода Николая Васильевича Мир и Ной Но я как раз в то время Это 2003 год Стал работать Или вернулся, вернее В академическую среду И стал работать В университете имени Страдыня На кафедре Международной экономики И руководил программой Магистровских студий И столько курсов Надо было сразу готовить Что я застрял Я вначале думал Что это будет книга Из воспоминаний Я ходил с этим Диктофоном И записал Массу Вот таких воспоминаний Как-то не учел А ведь это все Надо на бумагу положить Да, конечно Расшифровать Кто это будет делать Я? По ночам, что ли И днем работать В университете По ночам заниматься этим И ведь Ну просто руки не дошли И потом Вот я уже там Стал работать на полставки Тогда уже появилось В свободное время Ну ушло 15 лет К сожалению Это плохо Потому что люди Ну все меньше таких у нас Которые помнят Николая Васильевича Нейланда Ценят его Да И если эта книга Появилась вот 15 лет Тому назад Ну тогда это было бы Конечно лучше Но все равно Я чувствую Каким-то образом Что я свой долг Перед Николаем Васильевичем Выполнил Его память таким образом Образом я думал Увековечил Он заслуживает это Это у нас Вот как-то мне иногда Обидно Когда у нас Битует такое Как бы Мнение Уже какое-то Такое понятие Что ли Что в советский период Это одно Так сказать Мучение Да Стон Под оккупаций Анской власти Что не было тогда Ничего интересного Не было выдающихся людей В это время Но тем Тем же Это не мешает Латвийск Медельевидению Показывать фильмы Русской киностудии Да Мы любуемся музыкой Арама Допалса И Матакалминша Да И там Живописью А было и Выдающиеся люди Вот в этой области В области Международных отношений До того Глубоко Знающий Свой предмет Как Николай Васильевич Я помню Я когда стажировался В высшая экономическая школа В Стокгольме Сейчас у них филиал В Риге Это 73-74 Далекий учебный год Работал над кандидатской Диссертацией И как-то я Зашел В советское посольство Тогда И в отдел науки И обратился К заведующему Нет ли Среди дипломатов Человека Который Хорошо бы знал Экономик в Швеции Он подумал Сказал Знать Нет Среди дипломатов Нет Но Есть Один Который работает Журналистом Он руководитель Корпункта Агентства печати Новости Николай Васильевич Ну вот Тогда я конечно С большой гордостью Мог сказать Что О этого человека Я хорошо знаю Он мой руководитель Моей дипломной работы Но Если он Среди Действительно Профессионалов Дипломатов Выделялся Да Своими знаниями Да Ну видимо Каким-то Авторитетом Если Улов Павлов Сочел Интересно Играть с ними В теннис Премьер-министр Швеции Да Многие годы Руководитель Социальной Демократической У которого был очень широкий выбор С кем играть И не с кем играть Да Если ему это было интересно Так Им это был интересный человек Да Сейчас это может быть Ничего особенного Но тогда Да 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 Ну вот Для людей Которые не очень Хорошо знают Может быть Советскую эпоху Я бы хотела Немножко разъяснить В принципе Вот центр дипломатии В Советском Союзе Находился все-таки В Москве Да И дипломатические кадры Там ковались И так далее И так далее Как человек Из республики Мог попасть На дипломатическое поприще Видите ли Он Закончил Юрфак Латвийского университета Поработал Там В прокуратуре Латвийской СССР В Лепое Да И потом Поступил На дипакадемию При МИДе СССР То есть он сам захотел Этого Да Захотел Да И закончил И его сразу Так сказать Не послали Дипломатам Видимо потому что Из Союзной Республики Не знаю почему Но Все-таки он Поработал Ну Международной Журналистикой Да То есть он возглавил Редакцию Обещания на Швецию И эта Редакция была В Риге Это потом Это сначала Он поработал Восемь лет В Стокгольме И мне было Так интересно Что вот Крупнейшая Шведская Дневная газета Дагенс Нихетер Опубликовала Некролог По поводу Его смерти Понимаете Он уехал Где-то По-моему За 20 лет До этого Наверное Где-то Даже больше Даже больше Наверное И если его Все-таки Помнят Оказывается Я даже не знал Что он Возглавлял Как это Ну Какая-то Ассоциация Международных То есть Зарубежных Журналистов Работающих В Стокгольме В Швеции Он оказывается Руководил Это Был Так сказать На такой Должности Вот Это И Может быть Просто Одну Иллюстрацию Могу Привести Где Мне Появилось То есть На действительно Уважение Так Этим Человеком Из-за Его Так Умственных Способностей И его Бестрота Мышления И Когда Он Нашел Нужные Слова Понимаете Вот Это Семьдесят По-моему Четвертый Год Выдворили Из Советского Союза Солженицына Ну Сразу Все Так Сказать Зарубежные Средства Массовой Информации Обращаются В посольстве Советской Ну Давайте Ваш Комментарий А посол Да Тогда По-моему Это был Господин Или товарищ Яковля Да Я не помню Имя Отчество Он понял Прекрасно Что там Нормально Выглядеть Сможет Только Нейланд Дипломатов Он не доверял И вот Там Дискуссия Так называемой Панельной Дискуссии Публика Присутствует Ну В прямом Эфире На телевидении Это было Да И подготовленный Этот самый Журналист И теперь На него Да А Нейланд И такой Поза Это Его Любимая Поза Со Скрещенными Руками Да Здесь Есть Фотография В этой Книге И Первый Вопрос Ну Как Вы Могли Поступить Так Негуманно Выдворить Писателя Лишить Его Родины Это Как Растение Лишить Почвы Родной Представляете Как Николай Васильевич Поймал Эту Сельхоз Тему Растение Да И сказал Что делает Крестьянин Когда он Замечает На поле Сорняк Он Его Дергивает И это Не Негуманно Это даже Гуманное Действие И Этот Ведущий Да Ну Какой Же Солженицын Сорняк Он 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 Критика Критика Есть Разница Его Первый Труд Один День Ивана Денисович Вышел Массовым Пиражом Но Остальные Видимо Уже Не та Критика Была Почитайте Нашу Газету Правда Очень Много Вы Найдете Критика Нам Нужна Критика Которая Нам Помогает Развиваться И Все И В принципе Он Выиграл Эту Дуэль Хотя Он Мне Потом Признался Что Он Был Вынужден Думать Не Только Что Он Скажет А Что Потом Вот Этому Господину Яковлеву Будет Объясняться Когда Он Пойдет К нему На Кофе Но Все Обошлось И Другой Опять Такой Случай В 81 По-моему Год Советская Подлодка Друг Обнаружил Села На Миле Где-то Там В Шхерах Возле Карлс Круны Скандал Шпионаж Все И Одна Его Реплика Кто Ж Едет Шпионить Над Водном Положении С максимальной Скоростью Опять Понимаете Вот Вот этот Его талант Полемиста Полемиста Ну хорошо Он защищал Советское Ну что он Виноват Когда его Жизнь Совпадает Так сказать Ну Как здесь Один Из этих Его коллег Бывших Гаврил Ну жил бы он Во времена Зыквида Анны Мейеровица Он был бы Его Хорошим Так сказать Ну С Помощником Или даже Коллегой Соратником 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 Но он Жил в советское Время Он защищал Ту страну В которой Он Жил Жил И Здоров И делал Это Просто Отлично Ну вот Но это Так что Я думаю Что он Заслужил Чтобы о нем Была Может быть И не одна Книга Мебедь До сих пор Один из вариантов Названия Книги Был Человек Который Оставил Светлые Следы Везде Где он Работал Везде О нем Отзываются Люди Очень Очень Хорошо Не все Может быть Мы знаем Да У нас Были Очень Популярные Так сказать Конкурсы Микрофон Микрофон Вот для меня Это было удивление Что оказывается Это придумал Нейланд Кто придумал Нейланд Оказывается Да Ну вот Так что Потому что Это проходили Я была на одном из концертов По-моему В дворце Спорта Он проходил Сколько там Десять тысяч Людей Помещалось Да Да Наверное Больше Пяти Ну это мелодии А слушали же Слушали же Да И просто Это было Шоу года В Латвии Популярная Сама передача Была хорошая И он Ну я сам был Свидетелем Когда его Останавливали Люди на улице Просто Задавали вопросы По этому По международным вопросам Он никому не отказывал Это Вот Один такой Может быть Это уже Чисто шведская Так сказать Черта Да Он что-то Позаимствовал От положительного Да Шведского опыта Что швед Никогда не скажет В дискуссии В споре Да Что ты Мол не прав Быть В дискуссии Так сказать Партнером И одновременно Арбитром Кто прав И кто не прав Нельзя Это нельзя Швед скажет У меня другое мнение Все И вот это У Найланда Было Очень прекрасно Да И он Даже когда Он иногда Ну Чувствовал Да Своё Превосходство Но он Это делал Так Так Лично Так сказать Чтобы Ну не задеть Как-то там Чувства Да Это Не обидеть Человека Да Так что От него Он был Как я говорю Дипломат По призванию По образованию Да И видимо По душе Я даже думал Что он же Наверное Дипломат Чуть ли не В третьем поколении Да Ничего подобного Оказалось нет Отец Его мастер На фабрике Текстильяна Да Мать Ну то есть Совершенно Простая семья Совершенно Откуда у него Вот У Николая Васильевича Взялось Это Какая-то Такая Интеллигентность Внутренняя Такое Искусство Вести Полемику Такая Глубина Понимания Событий Ведь Это просто Саморода Какой-то Видимо Не знаю Что способствует Матушка Природа Иногда Дает Такие Интересные Чудеса Мы ведь Знаем Что там Что Максим Горький Тоже в своем детстве Пас коров Или что-то Там Подобное А вот Какой писатель Получился Так что Ну тут Это Не обязательно Иногда Даже наоборот На другом Так сказать Поколении Природа Отыгрывается Да Вот Родители Были выдающиеся А дети Не очень Да Ну бывает Не бывает И наоборот Хорошо Да Ну вот Николай Васильевич Имел Наверное Еще Очень Такую Большую Заслугу Когда В качестве Народного Депутата Союза СССР Он Входил В межрегиональную Депутатскую Группу Это было Как вот Написано В Википедии Я перевела Статью С латышского Языка На русский Язык Разместила Я немножко Дополнила Ее Источниками На русском Азеке Николая Васильевича И в частности Сослалась На вашу Книгу И в этой Межрегиональной Депутатской Группе Которая Была Первая Либеральная Оппозиция Легальная В Советском Союзе Николай Васильевич Принял Участие В Расследовании Истории С этими Секретными Протоколами К пакту Молотова Риббентропа За что Латвия И Конечно Все Прибалтийские Республики Должны Были Быть Ему Благодарны Но Латвия Как его Родина К сожалению Не воздала Ему Должного Вот Расскажите Об этой Истории Да Ну От Латвийских Депутатов В этом Сезде Народных Депутатов СССР В этой Группе По изучению Протоколов Молотова Риббентропа Работали Трое Наших Депутатов Это Маврик Ульсон Ивар Тесберис И Николай Нейланд Маврик Ульсон Он Получил Орден Трех Звезд По-моему В 2000 Году А Тесберис Вообще Ничего Успел Так сказать Ушел Жизнь Скорость Постижно А Николая Васильевича Вспомнили Только При Президенте Вайре Вики Фрейберга Это 2002 Где-то Второй Или третий Даже Год Когда Ему Государственную Пенсию Как это Присудили И Николай Васильевич Так Немножко Посмеялся Усмехнул Сказал Но лучше Позже Чем Никогда Государственную Пенсию То есть До этого Он просто Получал Пенсию По старости Которая Была Была Обычный Пенсионер Да А государственная Пенсия Это Какая-то Была Повышенная Видимо Да Вайра Вити Фрейберга Как-то Его Ценило Больше Потому Что Его Пригласили На 18 На празднество На 17 Ноября В 2003 Году И На прием Такой Вот он Тоже Получил Приглашительный Билет И так Тоже Показывал Мне Но В целом Как-то Я думаю Недооценен Он И Вообще Вклады И воротец Бориса В том числе И этих Ну и Конечно Ну Вулсон Признание Официальное Получил Как-то Нам Иногда Наверное Такое Впечатление Сможет Создаваться Здесь Что Мол Это Латвийский Путь Или Балтийский Путь Вот это Что Мы там Все Взяли за руки Да Вот Мы Так И нам Вернулась Независимость Ничего Подобного А что Было На самом Чтобы Сделать Это Цивилизованным Образом Без Стрельбы Без Кровопролития Хотя Несколько Тут кров Пролила Все Так И Вильнюсе Там Утили Башня И у нас Тут Но Если Это Признать Вход Или Вхождение Это Прибалтийских Стран Да Как Аннексию Как А Как Это Сделать Вот Это Показать Что Вот Этых Секретных Протоколах Молотова Риббентропа Там Практически Делешь Сфер Блияния Да И Я Помню Что Мы Еще Вот Это Было Не то 87 Не то 88 Год Но Еще Советская Власть Так Сказать В полном Цвету Правда Это При Горбачеве Да Перестройка Да Уже Так Немножко Мягче Все Это Стало И Николай Васильевич Предложил Издать Сборник Документов По Латвийской Нешней Политике Да Ну И Про Советскую Латвию В том числе И там Впервые Да Было Опубликованы Не протоколы Их еще Долго Искали Но Там Была Это Нота Нота Советского Союза Правительства Латвии Ну До того Циничная Да Что Мол А ну Давайте Сделать Такое То есть Создайте Такое Правительство Которое Будет Состояние Обеспечить Выполнение Вот этого Договора Да О военных Базах А нет Если нет То мол Все Пойдем Так сказать Вооруженными Силами Да И я помню Что со студентем Студенческая Вот когда у нас Он нам преподавал Новейшей истории Швеции Он тоже Коснулся Этой теме Но так Немножко Боком Про Финляндию Что было И для Финляндии Тоже Подготовлен Два варианта Но это Сначала И уже даже Там Правительство Такое Какое Следует Соток Устиненом Во главе А если нет То военным путем Ну вот Тут осуществился Как не знаем Зимняя война Ну а Прибалтика Здесь Так сказать Вынуждены Были Подчиниться И все И тут Таким образом Было это Решено Но Для этого Для того времени Вот этот шаг Опубликовать Вот эту ноту Да Ну это было Довольно Тоже Меня Как я тогда Был За отделом Информации Да и печати Латвийском Виде Да и Меня Пригласили Сначала К этому Тогда Министр Официально Считался Иностранных дел Считался И председатель Совета министров В то время Это был Леонард Борткевич Вот и он Меня пригласили Там Отругал Но между прочим Так и сказал У него Проскользнула Такая фраза Что И ежу Понятно Что в сороковом Году Не было революции Так что Немножко Так по-отцовски Да Но все-таки Что не надо Было так поступать То есть пропесочил Все-таки Пропесочил И меня пригласили Две дамы Этот институт Компартии Латвии И тоже там Меня воспитывали Что мол Как это так Почему мы так поступили Я думаю Что они сейчас Чувствовать себя Неудобно Ну может они уже забыли Как они вас Песочили Ну вот у нас есть У нас же много людей К сожалению Которые быстро забыли Прошлое Были И в то время Правильные И сейчас тоже Не очень правильные Мы можем обратиться К радиослушателям С предложением Задавать вопросы Дайнису Зелменису По телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 Это Дайнис Зелменис У нас Участвует В программе Очевидец И он является Очевидцем И событий 70-х 70-х 80-х Годов И создание Латвийской Дипломатии И Сегодня у нас Речь о Николае Васильевиче Нейланде Который Был Одним из Ну Выдающихся Представителей Дипломатического Корпуса Латвии И в советское Время И в постсоветское Время Потому что Его экспертизу Признавали Во многих Странах Мира Прежде всего В его Ну так сказать Любимой Швеции По которой Он был Крупным Специалистом У нас есть Звонок Давайте Послушаем Добрый день Говорите Наденьте Наушники Да Алексей Да Вы знаете Хочется задать Просто один вопрос Мне самому Интересно Много Конечно Раз Такую Вещу Знать Моя бабушка В свое время Работала С Нейландом Была Хочу знакома Я еще маленьким Был Тоже Его помню Да Вот К сожалению Для меня Вот по прошествии 30 лет Интересно Вот мнение Людей Которые В то время Участвовали В политике Латвии Да Они Довольны Через 30 лет Теми результатами Которым Пришла Вот эта Теперь Страна А тогда Была Республика Потому что Судят по делам Неужели Непонятно Что в советское Время Было действительно Развитие Что мы строили Развивались У нас не было Такой страшной Депопуляции У нас Были заводы У нас была Промышленность Сейчас этого ничего нет И вряд ли Если будет сохраняться Так называемая Латвийская республика В этих рамках Которая Марионетка США Что-то будет Положительное Он доволен тем Что он сотворил И то что Нейланды Не признали Ну знаете За предательство Своей страны Что делать Понятно Ваше мнение Спасибо Дайнис Ну я попытаюсь Ответить Так сказать Ну может быть Исходя из Собственного Опыта И Моих Размышлений В то время Поскольку я работал Ну В дипломатии Да Я как-то Болезненно Ощущал То что Мол Латвия Латвийская СССР Тогда Не является Субъектом Внешних Отношений Внешней политики Украина является Белоруссия является А почему мы И когда Это В 89 Году Происошло Объединение Германии То Генконсульство Ленинграде ФРГ Ну большой Прием Устроило И приглашали Значит Там Всех И меня Юрканц Откомандировал Туда Представлять Латвию И я на этом Дипломатическом Приеме Как-то Заметил Ну Со многими Поговорил Смотрю Один В сторонке Стоит Такой Мужчин Вроде Солидный Но Совершенно Не рад Я Подошел К нему И Почему Вы не Радуетесь А он Признался Что он Дипломат ГДР Что он Со завтрашнего Дня Безработный И Чему Ему Радоваться Но Он Тогда Сказал Мне Такие Слова Которые Я До сих Пор Помню Да А Говорит А ты Мож Быть Рад Это Почему Ну Как У вас Развитая Промышленность Развитое Сельское Хозяйство У вас Совершенно Нет Внешнего Долга Вам Можно Позавидовать Любая Как Это Ну Развивающая С страна Может Вам Только Позавидовать Я Тогда Подумал Действительно У нас Все Это Имеется Так Это Вот Насчет Стартовых Позиций С Чего Мы Начинали Строить Независимо Латвию Да И Когда Мне Вот Мой Начальник Министр Первый Иностранных Дел Латвии Я Несешь Канцу Как Представитель Старого Режима Да Ну Спросил Ну Как Мне Когда Мне Писать Заявление Об уходе Да 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 Прямо Сейчас Или Чуть позже Попозже Вы себя Ощутили В шкуре Того дипломата Который потерял Работу Не подхожу Да Так он Мне спросил Дайнис А вы За независимой Латвии Обеими руками Туда Никуда Не надо Уходить Работайте Да А потом Мне он Предложил Стать его Заместителем Вы мне Нравитесь Вы не Льстец Да Этому Прямо Я его Критиковал Потому что Я Не знаю Что мне Выгоднее Тогда было Ему Помогать Да Он ведь Пришел Без опыта Совершенно Ну да Он работал Можно сказать Малером Да Не хочу сказать Бедняга Да Но он работал Малером Да И помню Как он зашел В этот наш кабинет И министра И да Сразу Определил Где что-то Надо Перекрасить Что-то Надо Переделать Посмотрел Профессиональный Взгляд Своим Таким Гладом И он Когда Его Утвердили У него Там две Кандидатуры Был Эйжен Поч Который Был в то время Министром Имистром И Юрканс И Юрканс Победил Небольшим Перевесом Да Я думал Вот что мне Помогать ему И наоборот Пусть он Проявит Свою Некомпетентность Да Ну а вот После этого Разговор Ну и Надо ему Все-таки Помогать Но это Так Но То что Произошло Потом Когда Наши Эйна Репше Ивар Годманс Кстати Да Ояр Кехрис Ну Нет Это Улдис Уосис Да Ну там Много Из этих Которые Политиковые В начале 90-х годов Где-то там Были Заметны Да Их Пригласил Этот наш Юрий Свикс Который Был Профессором Джорджтаунской При Джорджтаунском Университете Да В США Это при Вашингтоне Как мы знаем И Они там Прошли У него Такой Короткий Курс Рыночной Экономики Он пригласил И в США Да По стажировку Да Но я не знаю Кто это оплачивал Черт все знает Но только Они Эти ребята Вернулись Ну такими Специалистами По рыночной Экономике Да И вот То что Игорь Годманс Тогда говорил Что Государство Не должно Вмешиваться В экономике Ну то есть Им промыли Мозги основательно Ну так промыли Да Что вот эта Невидимая рука Рынка Да Она все Поставит На свои места И Она вцепилась В горло Нашей экономики Я помню Какой Арскехер Сказал В одном интервью Что Чем раньше Эти Социалистические Монстры Умрет Тем лучше Для экономики Латвии Да И Вот Сначала Должна Произойти Вот эта Деиндустриализация А потом Будет Реиндустриализация Но вот Эту Реиндустриализацию Мы до сих пор Еще ждем Как-то Она не Никак не Начнется Никак не Начинается Да Ну Иногда говорят Ну что Разве Не знаете Тут же Это все На военно-промышленный Комплекс Советского Союза Это И ваши Заводы Работали Особенно Резыгненский Молочный Комбинат Да Да И там Рыжские Фарфорно Фаянцевые Заводы И все Такие Потом Еще Что Они были Устаревшими Эти были Заводы Ну Но я Иногда Вот говорю Хорошо ВЭФ Пускал Возьмем ВЭФ 20 тысяч Где-то Там Людей Работал Да Это Это просто Уму Непостижимо Потому что Где-то До 150 Рабочих Да И сотрудников Это Маленькие Предприятия Где-то До 500 Это Средние Ну А где-то Свыше Тысяч Это Уже Крупные Да А тут 20 Тысяч Да Притом Филиалы Были Стучки Вайск Раук Теперешние В Кандове Если Это Там Много Было Разного Можно Было Допускать Что-то Там Работал Военно-промышленный Комплекс Но В основном Это Была Совершенно Мирная Продукция И Помню Что Одно Подразделение ВЭФ Работала На экспорт И предлагала То есть Продавала Финской Нокия Какие-то Компоненты Но Значит Если Нокия Покупала Значит Была Крукредоспособна Современная Продукция Так Вместо Того Чтобы Поднять Этот Вес ВЭФ До Этого Уровня Этого Передового Может Быть Там Подразделения Ну Вот Он Закрылся Ну Понимаете Там Ведь Там Большая Политика Если Мы Повернулись Спиной К России Да К Нашим Традиционным Экспортным Ринкам Ну Я не знаю Вот это Конечно Как же Ну Как Продержаться Вот А получается Парадокс Все Западные Фирмы Крупные Они Бегом На этот Ринг А мы Там были А мы Ушли Да Вместо того Чтобы тоже Побороться С ними Ну Не зря Их Воспитывали В Джорджаунском Университете Наших Лидеров Есть еще Звонок Давайте Послушаем Добрый день Говорите Алло Здравствуйте Добрый У меня такой Вопрос К вашему Визави Вот Я бы хотел Спросить Вот К примеру Если бы До того Как сейчас У нас уже Появились Напрямую Так сказать Люди Из Америки Вот еще Откуда-то Грибускай Ты до этого На саммите Президента В Балтии Встала И сказала Обаме Лично Что в таком Виде Как вы хотите Вы у нас Управлять Не будете Больше Никто Не встал Может быть До этого Тоже надо Было Так сделать И вести Какую-то Свою Независимую Политику Хоть и тяжелее Было бы Да Спасибо Ну вы знаете Дайниц В книге Очень Ну в таких Достаточно Объективных Тонах Обрисовал Ситуацию Которая Была В начале 90-х В конце 80-х Начале 90-х Годов В отношениях Латвийских Ну Дипломатов Политиков И эмигрантских Да То есть Они Ну Весьма активно Включились Как говорится В руководство Республика И в том числе У них Был Финансовый Ресурс Да То есть Если Там У Юркенса В первые Годы Его работы Совершенно Не было Собственно Денег А Эмиграция Могла Выдать Наличность То ли Марки То ли Доллары То Они Соответственно Могли Какую-то Свою Политику Реализовывать Это была Одна из Причин Да Почему Вы ушли Из МИДа Что Они Пытались Как бы Руководить Всем Ставить Своих Людей Когда Я работал В Стокгольме Вице-консулом То Они Меня Иронически Дразнили Называли Что Я Мол Агент Сиазист Не по культурным Вопросам Ну Это Сиазист По культурным Вопросам Да Ну А Теперь Понимаете Вот Эти люди У которых Профессия Была Или Занятие Я думаю Что за Неплохое Вознаграждение Бороться За восстановление Латвии Независимой Республики Ну Или Антисоветской Деятельностью Заниматься Ну Конечно Ну И Теперь Представьте Вот Она Республика Независимая А что Им делать Стипендии Кончились Сразу же Могут Стать Сиазист По культурным Вопросам Нет Только Не Это Вот Они Решили Что Они Могут Быть Хорошими Дипломатами Вот Этих Дип Миссиях Которые Будут Создаваться За Рубежом Заполнить Эти Вакантные Места И Действительно Вот Это Мою Короткую Бытность Замминистра Иностранных Дел Был Такой Эпизод Когда Сандра Кални Это Теперь Уже Известная Дама В то время Она Пришла Как Референт Как Референт Там Не знаю Народного Фронта Не знаю По каким Делам Но Видимо Она С Юркансом Тоже Она Какое-то Отношение Внешней Политики Имело И Вот Она Опять Видимо За деньги Этих Эмигрантов Отправилась В Стокгольм Там Пробила Полтора Месяца И вернулась С таким Документом Какой Штатное Расписание Посольства Должно Быть Депмиссия В Стокгольме И Составлял И написал Автор Это Иман Гросс Это Шведский Латыш Нельзя Говорить Значит Проживающий Швеции Иман Гросс Первый Будет Человеком Вторым Будет Кристина Чакста Тоже Из шведских Латышей Третий С таким Попросительным Знаком Ну кто-нибудь Из латвийского МИДа Ну я Перечеркнул Перечеркнул И Ну так сказать Поставил Все наоборот Что первый Человек Из Риги Второй Из Риги Ну третий Может быть Тоже с вопросом Этим знаком Кто-то Из местных Латышей Который Знает Местные Условия И вот И вернул Это Сандре Сказал Что Сандр Пока Я здесь Свою Работаю Будет Так Потому что Я и сейчас Уверен Что человек Представлять Латвию Может Так Который Который Здесь Жил Который Знает Не тот Который Гостил Скажем Если все Эти гостевые Дни Подсчитать Месяц Может быть Ему Месяц Отсыли Наберется Ну что Он может Сказать Его Увезли Маленьким Ребенком Ту Латвию Он не Помнит Это Он не Знает Ну так Какой Он дипломат Он может Только Быть Помощником Если он Знает Местные Условия Консультант И ведь Вы упомянули Юрканца Про Это Денежки Там Была Интересная Эпизод Это В книге Есть Они Вместе С Годморисом Съездили В Америку В Соединенные Штаты Там Встречались Даже С Рейганом С президентом И вот Этот Анатол Динберг С которой Был Еще С времен Первой То есть Республики Да Уже Старичок Но Он Заведовал Тем Посольством Да Латвии В Соединенных Штатах Америки Которые Как будто Формально Еще Сохранялось Да Вивеска Была Дом Все Это И Из Этих Наших Ну не Наших Тогда Латвийских Вкладах В Американские Банки Там И золото И валюта Да Процентные Отчисления Все время Шли на то Чтобы Динберг Мог Спокойно Там Существовать Вот Он Существовал На процент Латвийских Вкладов Американских И вот Во время Этого Визита Динберг Признался Что Наконец-то Дождался Своего Правительства И эти Денюжки Теперь Будет Течь И Для Внешнеполитических Действий Латвийской Республики Да Ой Они Обрадовались И приехали И Дюркан Сдал Пресс-конференцию И В этой Пресс-конференции Сказал Такие слова Да Мы Латыши Здесь И латыши За рубежом Мы Один и тот же Народ Мы Играем В одну и ту же Игру Но так же Как в спорте Одни На площадке Другие На скамеечке Для запасных А третье Как зрители Предлагает Полотенце И напитки Прохладительные Тем Которые Сидят На скамейке Для запасных Вот Эти последние Будут Латыши За рубежом Можешь Тебе Представить Как они Обиделись Как они Обиделись И Пригласили Не знаю Под каким Предлогом Юрканц Видимо Вляпался В Копенгаген И там Этот самый Как его Сын Зиквид Агун Армейровец И прочие И прочие Его там Видимо Опять воспитывали До того Воспитывали Что он Вернулся И Признал Что все Будет На паритетных Основах Да Будет Надо У нас Появились Министры Эмигранты Депутаты Эмигранты Да Мы знаем Теперь у нас Их много Ну Теперь У нас Президент У нас Премьер Министр И в том числе Президенты Да Вот Ну так что Это Такая Ирония Судьбы Немножко Да Но Я думаю Что В этом Латвии Много Проиграло Что Как-то Мы Поддались Этому Влиянию Этих Не столько Вашингтонский Обком На нас Влиял Сколько Его Воспитанники У нас Есть еще Один Звонок Давайте Послушаем Добрый День А Человек Уже Разуверился Ждать А нет Есть еще Звонок Давайте Послушаем Последний Да Добрый День Говорите Добрый День Сергей Рига Хотел Поблагодарить Вас За встречу Замечательным Человеком С удовольствием Изучил бы Историю Героя Его Рассказа Скажите Пожалуйста Вот Эпоха Тех героев Советской Дипломатии Латвийской Дипломатии Она уходит Да И на смену Эпох Уже Йорканса Приходит Эпоха Ренкевича И Макаровцев Скажите Есть ли Будущее У Национальной Политики У Национальной Дипломатии И в каком Формате Лучше Развиваться И какие Кадры В дальнейшем Мы выращиваем И где Спасибо Всего Спасибо Да Ой Тяжелый Вопрос Дед Данис Да Вот Этой книге Я тоже Процитировал Николая Васильевича И тут Несколько Фрагментов Из его Последней Статьи Про Приоритеты Внешней Политики Латвии Да И тогда Еще Латвии Не было Членом НАТО Помню Николай Васильевич Пишет Ну Что это Что это Вроде нам Говорят Что это Зонтик Да НАТО Зонтик Но если Это когда Дождь Надвигается Но если Дождя Нет Если я Иду По Сахарской Пустыне Зачем Мне Зонтик И эти Приоритеты Которые Он Расставил Да Я думаю Они Должны Они Актуальны И сегодня И господин Ринкевич Я думаю Не мешало Почитать Эту статью И всем Кто работает В латвийском МИДе Тоже Потому что Это по-моему Было бы Очень Правильной И грамотной И грамотной Внешней политикой Дайнис Зелманис У нас сегодня Был в прямом эфире И рассказывал О своей книге Диалоги с Николаем Нейландом Книга вышла В 2019 году Она не очень большая Наверное Ее можно Где-то купить И Очень рекомендую Ознакомиться С этим трудом А С Дайнисом Я думаю Что мы не прощаемся Встретимся с ним Через недельку Чтобы продолжить Этот разговор О Швеции О шведском социализме О том Чем Она Может Быть Полезна Эта Шведская Модель Латвии И В чем мы схожи И в чем мы Различаемся С этой страной И в частности Дайнис Может нам Еще рассказать О детективной Истории Об убийстве Улафа Палмы С которым Наш Сегодняшний Герой Николай Неланд Играл в теннис И был Его Собеседником Был его Таким Товарищем Можно так сказать Единомышленником В чем-то Спасибо Да Несу Зелман Несу За то Что он Сегодня пришел К нам в студию Передачу Вела Людмила Прибыльская Режиссер студии Родион Золотарев Всего доброго До встречи Через неделю До свидания